Все, мы готовы, Киев готов. Добрый вечер всем. Мы очень долго ждали всех и начнем с первого проекта. У нас кодовое название Your Walk переводится как Your Vocabulary, т.е. твой персональный словарик, который ты можешь вести. Идея была в том, что когда ты считаешь какую-то документацию или вообще какую-то информацию в интернете ищешь на вики, или где-либо еще, ты обычно встречаешь какие-то слова, которые ты не знаешь, как переводятся, а ты когда переводишь их, быстро забываешь, т.е. понял смысл и пошел дальше. Но очень хочется расширять свой словарный запас, именно поэтому мы сделали это расширение. Сейчас вы видите основной функционал, скажем так, заявленный на демо. Это возможность выбирать из контента страничек определенное слово, добавлять их в свой словарик. При этом с этой стороны вы видите, что есть счетчик ваших слов текущих. Вы также можете зайти в свой словарь и, скажем так, пробраузерить все свои слова. И те слова, которые у вас еще не имеют значения, т.е. вы не нашли на них ни перевода, ни каких-то значений, вы можете зайти и дописать. Депрессии, к примеру. Перевод. Вот, здесь может быть не один перевод, например, перевод два. И тогда слово ваше будет в состоянии готовности к тому, что вы можете тестировать. Точнее, экстеншн вас будет тестировать. Значит, основная задача, ну, как бы минимальный функционал, который был сделан, это вот добавление слов, редактирование слов непосредственно и также автоматический, скажем так, опросник. Т.е. вы можете выбрать два вида тестов. Это просто тест или тест, в котором необходимо вводить слова вручную. Ну, предположим, что мы сейчас захотели побаловаться со своим списком слов и через, давайте, наверное, мы поставим меньше времени, потому что будем долго ждать сильно. Каждый, например, пять секунд или три. Здесь мы попытались объединить очень много функциональности хрома. То есть, notification, local storage, connection к spread-счетам для того, чтобы сохранять свой словарик и потом шарить его дома, смотреть, что вы записывали на работе. Также здесь мы хотим реализовать достаточно гибкий график, например, расписаний, когда вас тестируют слова. То есть, когда этот экстеншн, ну, делать определенное тестирование. Что еще из особенностей? Мы, к сожалению, не успели до конца доделать все, что мы хотели сделать. Например, перевод слов сделать через Google Translate вот здесь. То есть, чтобы не ты просто, не ты вносил слово какое-то новое, а чтобы была возможность предоставления перевода из Google Translate, например, в Википедии, ты выбирал некоторые варианты и дописывал сам. И, ну, что еще? В принципе, это, я не буду задерживать людей. Да, еще у нас есть статистика небольшая. Она сейчас здесь ничего еще не тестировала. Сейчас, внимание. Какая-то небольшая бага. Секундочку, внимание. В идее должен пойти, возможно, здесь запретили показывать notification. Мы сейчас выясним. Да, здесь показывается статистика. Мы используем Google API для того, чтобы рисовать статистику. Сколько слов вы знаете, какие слова вы неправильно вводили и так далее. Но, к сожалению, почему-то не показывается notification сейчас. Да, позвольте мне включить заново extension. Возможно, это поможет каким-то образом. Ну, в общем, странно. Ага. Да, вот смотрите. Получается вот такая ситуация. Вам показывается какое-то определенное слово. Вы имеете право вводить сюда его значение и говорить о том, что правильно это было или неправильно. И вам дальше говорят, какое правильное значение этого слова. Дальше это будет повторяться. И, таким образом, здесь будет появляться статистика. Статистика, пока она неправильная, пока она не совсем большая. Давайте попробуем ввести что-нибудь правильное. Здесь это, по идее, shop. Секундочку. Три языка. А, тоже это active. Извините. Ну, само собой, статистика, ну, она отображается правильно, поверьте, на слово. Вот. Если есть вопросы и какие-то замечания, то пожалуйста. А, да. Я еще забыл добавить, что для того, чтобы более интерактивно работать с application, мы хотели добавить здесь категоризацию по топикам. То есть, каждое слово, которое мы добавляем, оно может быть добавлено как тегом к какому-то топику, и тогда ты можешь, например, тренироваться только не по всему списку слов, как это сейчас, а по каким-то определенным топикам, которые тебе очень важны сейчас, в данный момент. Ну, и, собственно, продолжать изучать иностранные языки в любую отрасль, физику и так далее. Да, если тут такой разнообразный подход можно использовать. Понятно. Ребята, в Питере, вопросы есть? Москва, вопросы есть? Есть. Давайте. Давайте. В верхней части окошка браузера появлялось предупреждение о несовместимых настройках и масштабах. Да. Как оно реализовано? Как реализована проливка масштабов? Я не понял вопроса. Если честно, я не понял вопроса. Можно еще раз? Это надо? Это надо будет пробовать. А, нет, нет. Я... Это надо будет пробовать. А, нет. Хорошо, ладно. Я понял. Это не ко мне вопрос, да? Да. Давайте. А это обучение для английских? Ну, иностранных слов или для русских? Нет, я же сказал, что здесь вы можете вводить не просто слова, а слова как пример использования. Здесь можно вводить, например, математические определения, целые параграфы и потом любые слова, китайские, японские, где вам понравились. А если, допустим, какое-то безнакомое русское слово и к нему большое определение, как будет проводиться? Смотрите, видите, сейчас в данный момент, если вы видите, я не знаю, видно ли вам на экране эту ситуацию, но в данный момент показывается достаточно большое определение из финансовой сферы, и он требует от себя одного слова. То есть, получается, мы показываем определение, а вы должны сказать, что это такое. То есть, получается, вы должны будете по определению этого русского слова, нового, ввести это новое русское слово, чтобы запомнить его. Вы же не знаете слово? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо Киеву. Возвращаем. Роли ввещание в Москве. Москва, давайте вам осталось три проекта, перед нами, потом обратно к Киеву. Ребят, привет.